Приоритет госполитики – развитие медицины, говорит на совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин. Кадровые вопросы при этом ставят на первый план. Важная часть этой работы связана с обеспечением своевременного софинансирования расходов на оплату труда вновь трудоустраивающихся врачей и среднего медицинского персонала. Это и медсестры, и фельдшеры, акушеры, и фармацевты. Всех тех, кто напрямую занят уходом за пациентами, помогаем бороться с болезнями. Направим на такие цели свыше 7,5 миллиардов рублей. По предварительному прогнозу, в 2024 году в учреждения здравоохранения по всей России придут работать более 9,5 тысяч врачей и почти 17 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. Потому 7,5 миллиардов федеральных рублей распределили между регионами. Мордовия получит почти 406 тысяч рублей на поддержку молодых медиков. Важный вопрос о развитии экономики в целом и поддержка предпринимательства. Эту тему развивают с позиции реформирования контрольно-надзорной деятельности. А сейчас в стране уже разработали концепцию совершенствования на ближайшие два года. По сути, идея концепции сводится к тому, что процедура контроля перестает быть инструментом наказания и становится инструментом создания условий, при которых намного комфортнее и выгоднее видеть бизнес, соблюдая действующее законодательство, не нарушая его. Работу по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности ведут уже пять лет. За это время количество проверок бизнеса сократилось в пять раз. Предприниматели с облегчением вздохнули, а теперь для них есть еще одна хорошая новость. По поручению главы государства уже продлили мораторий на проверки на следующий год, кроме, естественно, объектов чрезвычайно высокого и высокого риска, а также при срабатывании специальных индикаторов. Такое исключение необходимо для обеспечения безопасности наших граждан, их здоровья и благополучия. В остальных же случаях приоритет, конечно, должен быть отдан профилактике, а не наказаниям. Уделили внимание цифровой трансформации в экологии и природопользовании. В ближайшем будущем в каждом регионе появится цифровая платформа государственного экологического контроля. Светлана Лашина, Наши Новости.